Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале клонов уральских Ольга и Катюня. Ребят, когда говорю это название, меня всегда пробирает смех, сколько бы я ни говорила. Ну как можно называть взрослого мужика Катюней? Ну Калюней, ладно, но не Катюней. Хотя, что тут говорить, бабушка и внучок. Как бы она ни хорохорилась, как бы она ни одевала на себя облегающие наряды. Но, ладно, уж бабушка это уже чересчур, но мама и сын это вот, ну, сто процентов. Как она оправдывается постоянно в каждом видеоролике, что вот я выгляжу на свои годы. Ну, знаете, если поставить её рядом с её же котом, то точно на свои годы она не выглядит. И, ну, не знаю, но вот видится именно мне так. Значит, опять, как обычно, приветствие Коли, потом приветствие Оли. Коля там, как обычно, два слова, да, но сейчас он как-то вообще был немногословен. И, как всегда, ангельский голос Алиони, да. Всем привет-привет! Рада видеть вас на своём канале. Слушайте, насколько это всё наиграно. Вот явно в жизни она совсем не такая, как хочет показаться зрителям. И, значит, смотрю, стоит и опять у неё целая кипа бумаг. Думаю, ну всё, снова началось с посылками. И правда, ребят, опять затронула тему этого лучка, который она отправила пятерым. Трое приняли, а двое решили, нафиг нам надо по 450 рублей лук. Ну, она же никого не предупреждала, что там ещё какие-то гостинцы есть. Ну, вообще, ладно, ну, получилось так и получилось. Вот что теребить из видео в видео эту тему? Ну, отправила и отправила, ну и ладно. Нет, надо было же похвалиться, что вот люди, которые получили, они так благодарили, так было приятно, что звонили, что уже чаёк пьют там с чем-то там, с конфетками или с чем-то она там отправляла. Ну и, в общем, это, знаете, вот пол-видео, она про эти посылки, что вот мы же не собираемся якобы за свои деньги отправлять, не собираемся. Ну, почему это всё не обговаривалось сразу? Нужно было сразу обговорить эту тему, что посылка будет наложенным платежом и платить сами будете за доставку. Я не думаю, что чётко этот вопрос был оговорен, поэтому вот так вот и вышло. Ну, случилось, да и случилось. Повторюсь, зачем всё это по тысячу раз повторять? Значит, и знаете, который раз я замечаю и, знаете, отмечаю, как выглядит именно на экране, да, Оля. Я не понимаю, зачем она одевается постоянно в такие вот облегающие прям наряды. Сейчас она была в какой-то тунике или в каком-то платьишке такого летнего варианта. Это, ребята, ну просто каждая складка видна. Неужели она думает, чем она больше оденет обтягивающее и облегающее платье, тем больше на неё будет смотреть муж? Мне кажется, это уже просто издевательство над самой собой. Ну, слушайте, разве это красиво выглядит? Как по мне, так вот как гусеница вся обтянутая в этом платье стоит. Точно так же, как тогда в видеоролике ремень напялила. Живот впереди торчит и на этом животе приклеенный, блин, ремень. Ну, ну шо это за мода такая? Нынче это что, в Краснодарском крае такие моды? Я не знаю, я не знаю. Моднячие, однако, получаются люди там, если они все ходят в таком гусеничном виде. Ну, ладно, дальше опять Оля про кабинет, да, который показывала, что якобы у неё два образования, да, два образования массажных, наверное, да. И мы работаем, а YouTube у нас это так. Якобы, ну, монетизации нет, ну, добровольно, нравится. Я, кстати, заметила, что на канале, который пиарила и Уралка, по-моему, и Катюни пиарили, там Оля спрашивала, а вы успели там подключить монетизацию или не успели? То есть её этот вопрос очень интересует. Ну, они якобы вдвоём работают, они не нуждаются, наверное, в монетизации или как. И вот поэтому вот у них работы непочатый край. Ну, у этих ещё куда ни шло, я понимаю. Одна там массажирует, массирует, второй там, наверное, ну, где-то в охране или где, раз он сменами там, получается, дежурит. Ну, эти при работе, в огороде там грибут и вдвоём грибут. Ну, с Уралкой не сравнить. Там один бегает на побегушках, все пятки уже стоптал, что аж дыры по колено. И, ну, тут немного всё по-другому. И Оля не такая, как Уралка говорит, полненькая, да, пухленькая, да, Уралка считает себя такой. Ну, всё равно, как говорит, мы на диетах не сидим. Тоже, считай, пропагандирует, слушайте, обжорство и ожеренье. Говорит, мы едим и жареное, и всякое. И говорит, что раньше, говорит, худела, пока, значит, ещё не замужем была. И когда за Колюню замуж выходила, получается, была худенькая. А сейчас плевать, думает, не сбежит. Можно, значит, расти и спереду, и сзаду, и у боках, як хочеш. Ну, а дальше уже показывали нам рецепт бутербродов. Как Оля говорит, канал у них называется, всё просто. Значит, и бутерброды, всё просто. Колюня там толкушкой, которую Оля так хотела, так хотела, расталкивал яйца. Оля майонез вмешала с чесноком. Знаете, ну да, тоже такое себе нездоровое питание. Ладно, ещё мужик, да, молодой, но всё равно. Но Оле, куда ей тоже майонез, вот это вот всё, жирок от шпротов, вот это вот маслица поливать, бутерброды. Опять же, получается негодное питание, девочки, негодное. Знаете, вот такие вот каналы, я вам скажу, наоборот, дают какой-то стимул. Пореже заглядывать в холодильник, пореже думать о еде и лишний раз задуматься о своём здоровье. Ребят, правда, вы знаете, ну, я бы, наверное, подумала бы наперёд поливать такие бутерброды, уже жирненькие, да, с майонезом, маслицем шпротным или не поливать. Кстати, говорит, маслица у нас не пропадёт, потому что у них есть кот. Вы представляете, чем они кормят кота? Пойди, наверное, хлеб наобмакивают в это маслице и кормят. Помню я, как они обещали угостить мясом, когда, помню, резали или что там они делали, и в итоге не угостили. Поэтому жалко мне эту животинку, которую они кормят маслицем от шпротов. В общем, ребят, как мне видится, что идёт, ну, вот, полное клонирование канала Ольга Уралочка Лайф. Это же настолько так любят своих кумиров, что просто, ну, во всём, точь-в-точь подражают им. И, знаете, это настолько видно, потому что всё настолько наиграно и настолько, вот, как-то фальшиво и неинтересно, что, блин, ну, зачем? Неужели не могут они быть самими собой? Обязательно надо за кем-то что-то повторять. В общем, ребят, как-то так. Такой небольшой обзор. Я давно их не смотрела, как-то всё, не было времени. А, и ещё хотела отметить, знаете что? То, что Оля уже начинает обманывать ребят. А в чём её обман? Помнится, когда Уралка их пропиарила, комментарии писали такие не очень хорошие, да? И Оля, наоборот, говорила, что, ой, Калюня обижается, да, он такой у меня обидчивый. Типа ей, ну, как бы, то ли по барабану, то ли что, да, но Калюня обидчивый. А теперь забыла, что говорила. И говорит, Калюня у меня нипочём, да, он у меня такой, молодец, да. А Оля нет, оказывается, Оля у нас обижулька. Ну, тогда надо вспоминать, что говорила раньше, чтобы не получилось так, что не совпадение. А так это получается просто-напросто. Брешите, да, точно так же, как и ваши кумиры уральские. Ребят, я буду заканчивать. Оставляйте свои комментарии, пишите своё мнение. Ну, и прежде чем с вами попрощаться, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok